Участниками акции стали студенты, представители разных стран и национальностей. Для них работал свободный микрофон, им предложили прочитать стихи на русском или своем родном языке. Слушателем стали пассажиры 10-го троллейбуса, который, кстати, по случаю предстоящего праздника перевозил пассажиров бесплатно. Мой внучок читал стих здесь, и я очень рада, что приняла участие в этой акции. Мне очень понравилось. Ну, теперь будем стараться каждый год приходить. На такой праздник, как сегодня, я попала впервые. И очень довольна. Пока пассажиры вспоминали стихи, ему рассказали о том, какие нации проживают на территории Рязанской области. В суровых испытаниях и битвах заканавливалась воля и крепла единство народа. В Рязанской области проживает 11 наиболее многочисленных национальностей, численность населения которых превышает тысячу человек. Это русские, украинцы, мордва, армяне, татары, азербайджанцы, узбеки, цыгане, белорусы, таджики и немцы. Акция «Читающий троллейбус» стала первым мероприятием, посвященным Дню Народного Единства в Рязани. Основные же торжества начнутся в 12 часов 4 ноября на территории Кремлевского сквера. Здесь пройдет молебен, посвященный празднику Дню Казанской иконы Божьей Матери. Также в 12 часов начнется концерт в МКЦ и Дворце культуры Приохский. В этом году впервые площадкой, где пройдут праздничные мероприятия, станет стадион «Локомотив». Впервые пройдет молодежный флешмоб. Он организован по инициативе молодежных общественных организаций. При этом горячо поддержан руководством и студентами Рязанского государственного медицинского университета. Поэтому силами студентов медуниверситета будет выстроена тематическая фигура. О ней я пока не буду говорить, раскрывать все секреты. Поэтому всех ждем. Могу сказать, что это будет все сделано как выражение общенационального единения, любви к нашей стране. И, конечно, в поддержку проекта, о котором мы все знаем. Рязань – новогодняя столица 2020. Напомню, День народного единства – праздник государственный. Он отмечается, начиная с 2005 года и посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.